Доброго времени суток! Сегодня будет парочку рассказов, которые, надеюсь, вам очень понравятся. Ну а мы начнем. Первая история, которая называется «Секретик». Сегодня у меня день рождения. Мама вошла в комнату с тортом. В нем торчали 20 свечей. Задула я их только со второго раза. В окружении семьи было так уютно, но все же в этом году я должна переехать. Нет, меня никто отсюда не выгоняет. Я сама решила переехать от родителей. Научиться сама решать свои проблемы без помощи мамы и отца. После посиделок с родными я поехала в клуб, где меня ждали друзья. Мы весело провели время. Я даже попробовала кальян. Домой я приехала поздно ночью. Родители уже спали. Я старалась вести себя как можно тише, чтобы не разбудить их. Зашла в свою комнату. В этот день в ней все выглядело по-другому. Я смотрела на свою мебель и стены, будто прощаясь с ними. Спать мне не хотелось. Я решила поискать объявление о съемных квартирах. Хотелось переехать как можно быстрее. Мама с отцом не знали, что я мечтаю приобрести свое жилье. Они всегда видят во мне совсем маленькой и глупой девочкой. Хотя я и заканчиваю юридический колледж. Мне пригляделась одна квартира. Однокомнатная и хорошо обставленная. Я добавила ее в закладки, затем решила лечь спать. Утром я вошла в кухню с хорошим настроением. Мне не терпелось рассказать родителям о том, что я скоро буду жить в своей квартире. Мама с отцом сидели на кухне, пили чай и разговаривали. Мама, папа, я хотела бы с вами серьезно поговорить. Я сделала паузу. И я намерена в ближайшем будущем переехать. Родители смотрели на меня как на ненормальную. Вы рады? Дочка, зачем тебе переезжать? Тебе что, плохо с нами? Слезами на глазах ответила мама. Отец сидел молча, смотря в одну точку. Нет, что ты, мама. Просто я уже достаточно взрослая, чтобы начать свою жизнь. Я буду снимать жилье, и все будет отлично. Я буду приезжать к вам в гости, и вы ко мне. В этот момент мама расплакалась. Мамочка, не плачь, пап, скажи ей. Все будет хорошо, пойми, это не повод для слез. Я пыталась успокоить рыдающую маму. Люда, дочь уже взрослая. Она вправе решать сама, как ей жить. Вытри слезы. В нашей семье всегда был главным папа. Мы с мамой слушались его. Он всегда говорил все по делу. Поэтому мама вытерла слезы и покинула кухню. София, на какие деньги ты собираешься снимать квартиру? Строго спросил папа. Я буду работать. Я ходила на собеседование в одну компанию. Завтра мне должны позвонить. Я копила, поэтому смогу внести оплату за первый месяц. А дальше буду работать и платить. Пап, я все предусмотрела. Варианты квартир имеются? Да, конечно. Я была безумно рада, что отец одобрил мое решение. Я принесла из комнаты ноутбук и показала ему ту самую квартиру, которая мне понравилась прошлой ночью. Обстановка отличная. Есть балкон, пластиковые окна, новая дверь, 15 тысяч в месяц. Прекрасный вариант, она сразу мне понравилась. Я взахлеб рассказывала отцу об однушке, пытаясь произвести на него хорошее впечатление о квартире. Неплохо. Ты уже звонила по поводу нее? Пока что нет, но сейчас позвоню. Я была счастлива, папе понравилось. Я позвонила хозяину квартиры, трубку подняла женщина. Диалог прошел отлично, она сказала, что рада будет встретиться в понедельник и поехать осмотреть мою будущую квартиру. И вот, наконец-таки, все. Я буду жить отдельно. Дни пролетели незаметно. В среду я уже распаковывала коробки с вещами. Я устроилась на работу помощником юриста. Оклад был средним, но на жизнь хватит. С мамой мы все обговорили, и она со спокойной душой отпустила меня в свободное плавание. В выходные я возвращалась к себе домой с полными пакетами еды. Было довольно-таки тяжело, руки ужасно болели. Вдруг ко мне подошел парень и предложил помочь. Я сперва ответила, что не стоит, но он как-то вежливо настаивал, и я согласилась. По дороге мы познакомились. Его зовут Владимир. Парень мне понравился, он был харизматичным, улыбчивым и симпатичным. Он проводил меня до самого подъезда и попросил мой номер, чтобы куда-нибудь ходить вместе. Я с радостью согласилась. Домой я вошла такая счастливая. Я сидела, пила чай и вспоминала разговоры с Вовой и наше необычное знакомство. Спать я легла с улыбкой на лице, думая о нашей следующей встрече. На следующий день раздался неожиданный телефон и звонок. Это звонил Владимир. Он пригласил меня в кафе. Я с радостью согласилась. Это был самый чудесный вечер в моей жизни. Через месяц таких прекрасных свиданий Вова предложил мне встречаться, и я ответила положительно. Я представила его своим родителям, а о своих мне ничего не рассказал. Поэтому я не стала задавать ему вопросы о семье, боялась вдруг с ними что-то случилось. И я сделаю ему больно, говоря о них. Через полгода Вовка переехал ко мне. Все было просто супер. В быту все было отлично. Он был непривередлив, так же, как и я. Совместные вечера за просмотром хороших фильмов после работы. Разговоры до утра, поездки в кино, парки, кафе, на природу. Как же я это все обожала. Через два месяца совместного проживания я поняла, что люблю его. В тот же день я ему об этом сказала. А он сказал, что любит меня больше всех. Но после одного случая все радикально изменилось. Дело было вечером. Мы пили вино и смотрели какую-то драму по телевизору. Когда фильм закончился, мы начали его обсуждать с огромным интересом. Позже мы заговорили о моем детстве. Рассказав довольно много о себе, я попросила любимого рассказать о его детстве. Он с энтузиазмом начал говорить о том, каким он был сорванцом, как сорвал у соседки яблоко и побежал от нее, пока та его бронила. Я смеялась и как-то, не подумав, спросила. «А мама тебя не наругала?» «Нет». Сухо ответил Вова и замолчал. «Я что-то не то спросила?» «Извини, если я обидела тебя, Вов». Вова вышел на балкон. Я осталась в комнате одна, сама себя ругая за нелепый вопрос. Зайдя с балкона, Вова спросил меня. «Хочешь познакомиться с моей мамой?» «Буду рада», — робко ответила я. «Я приглашу ее на следующих выходных, к нам на ужин». После этих слов мы сидели молча, а позже легли спать. Последующие дни мы стали меньше разговаривать. Я стала замечать, что любимый позднее приходил с работы, на мои вопросы отвечал коротко. Задержали. За неделю наши отношения резко ухудшились. Мы перестали говорить по душам и смотреть вместе фильмы. Я винила себя и часто плакала. Настали выходные. В субботу утром я проснулась от того, что в ванной лилась вода. Зайдя в ванную, я увидела, что там умывается Вова. Он сказал, что поедет встречать маму. Я принялась готовить еду и убираться. Когда я все сделала, было шесть часов вечера. Я позвонила парню. Он сказал, что подъезжает к дому вместе с мамой. Я очень волновалась, переживала. А понравлюсь ли я ей? И все в таком духе. В семь часов я услышала, как открылась входная дверь. Я побежала встречать любимого и его маму. На пороге стоял Владимир и женщина лет пятидесяти. С черными волосами, естественным макияжем, хорошо одетая. Она сразу мне понравилась. Я старалась себя вести спокойно и вежливо. Здравствуйте, я София. Очень рада вас видеть у нас в гостях. Добрый вечер. Я Ольга Васильевна. Приятно познакомиться с вами, Соня. Голос женщины был очень приятный. Мама, проходи на кухню. Вмешался в разговор Вова. В последнее время он всегда разговаривал так. Спасибо, Вовочка, ответила Ольга Васильевна. Я вас провожу. Улыбчиво сказала я. Весь вечер мы общались. Я услышала так много о Владимире. Оказывается, он по образованию врач-терапевт. Хотя я знаю, что Вова работает на стройке. Он очень любит животных, хорошо ладит с детьми и так далее. После рассказов его мамы я открыла для себя абсолютно другого мужчину. Ведь любимый никогда мне об этом не рассказывал. Его мама начала очередной рассказ со слов. А вы, София, уже знаете об его эдакой странности? В этот момент Вова ударил по столу. Я даже вздрогнула от неожиданности. Вова, что ты делаешь? Я перепугалась. Обратилась к нему. Мама, я думаю, не стоит об этом говорить. И вообще, уже поздно. Всем пора ложиться спать. С этими словами он вышел на балкон. Извините его, Ольга Васильевна. Не знаю, что на него нашло. Мне было стыдно за поведение молодого человека. София, я хочу вам сказать что-то очень важное, если позволите, на ухо. Я наклонилась к женщине. Бойся, девочка, таких его всплесков. Я думала, что ты знаешь, что он... В этот момент зашел Владимир. И Ольга Васильевна резко засмеялась. Старый анекдот. Я поняла, что нужно подыграть. И тоже посмеялась. Вова посмотрел на мать со злобой. Через полчаса мы все легли спать. Я проснулась от странного звука, чем-то похожего на причмокивание. Но сон накрыл меня волной. И я уснула. Утром я проснулась и увидела, что Вова сидит на кровати. Доброе утро, любимый. Я взглянула на диван, где вчера уснула мама Вовке. А что, мама уже уехала? Да. Сухо ответил парень. Я не знаю, что тогда на меня нашло. Но мне стало обидно, что я с улыбкой желаю доброго утра любимому человеку. А он отвечает мне так, сухо и грубо. Да что с тобой творится? Крикнула я. Если разлюбил меня, так и скажи. Который день ты говоришь со мной так, будто тебя заставили. На глазах появились слезы. И я пошла в ванную. Умываясь, я вспомнила, как вчера Ольга Васильевна хотела мне что-то рассказать о Вове. И те звуки прошлой ночью. По спине пробежал холодок. Выйдя из ванной, я увидела в углу шарф Вовиной мамы. Твоя мама забыла шарф. Грубо обратилась я к парню. Он ей больше не нужен. Шепотом ответил он. Ну не нужен, так убери. Пуркнула я и вошла в кухню. Я открыла холодильник, чтобы что-нибудь перекусить. И обомлела. На всех полках в холодильнике лежали куски мяса. На самой верхней покусанной голова Ольги Васильевны. Я вскрикнула из комнаты, раздался смех Владимира. Вот мой маленький секрет. Я немножко людоед. Крикнул Вова. Я кричала все громче и громче. Я открыла окно, второй этаж. Раз, два, три. Сейчас я в больнице. Иду на поправку. Мама с папой навещают каждый день. Я узнала, что Вову посадили пожизненно за каннибализм и убийство шести человек. Я больше никогда не вернусь в ту квартиру. И никогда не увижу этого человека. Я ведь должна радоваться. Но вот сердце от чего-то ноет. Наверное, потому, что я до сих пор его люблю. Вот уж секретик так секретик. Ну что ж, а мы переходим ко второй истории, которая называется... Это было самое обычное утро. Я поднял свою голову от окровавленной подушки. Все тело дико ныло, а я просто смотрел в потолок. В глазах все рябило. Боль окутывала мое тело, и единственное, что мне хотелось, это сдохнуть. Дико хотелось пить. Но точно так же не хотелось вставать. Вода. Мне нужна только вода. Я резко вскочил и тихо простонал от боли. Медленно оперевшись на тумбочку, пошел на кухню. Хромая на левую ногу, я вышел в коридор, а после на кухню. Медленно взяв бокал в руки и налив туда воды, я поднес их губам. И тогда мне показалось, что это самая вкусная вода в мире. Вроде жажда отпустила. Теперь надо взять обезболивающие и бинты. Я так же, хромая на левую ногу, шел в туалет, так как там аптечка. Вновь я в коридоре и тут зазвонил домашний телефон. «Алло», — сказал я. «Привет, череп, ну как ты?» — сказал Сережа. «Я сейчас дохну». «Вяло», — сказал я. «Да, знатная была вчера драка. У меня даже голова болит», — радостно сказал патриот. «У тебя голова не смешно», — все так же грустно произнес я. «А ты как вообще насчет того, чтобы наказать этих ублюдков, которые нас чуть не сожгли?» Злобно сказал Серый. «Ты идиот! Я не пойду на убийство!» Зло произнес я. «Какое убийство? Мы просто им пару ребер сломаем и все». «Спокойно», — сказал Сережа. «Давай через неделю, а», — сказал я. «Ок», — сказал собеседник. После этого я все так же пошел в туалет. Аккуратно присев на унитаз, я взял анальгин и употребил, даже не запивая водой. После чего пошел спать. Проснулся я от того, что звонил мой телефон, взяв в руки свою разбитую Нокия и нажал на кнопку ответа. «Алло!» «Привет, малыш, ты вообще как? Живой?» Сказала моя девушка. «Вроде да, спасибо, Вика, если бы не ты, нас бы эти мажоры сожгли бы». «Пожалуйста, я вот что хотела. Ты не против, если я приду?» Спросила Вика. «Нет, конечно». «Хорошо, через полчаса буду». «Отлично, надо успеть одеться и привести себя в порядок. А так же хоть как-то прибраться». Одев черные шорты и белую футболку с черепом, я подошел к зеркалу и посмотрел в него. Все лицо было в крови, под правой бровью была сечка, а с левой огромная гематома. После того, как я достаточно полюбовался своей красивой физиономией, то пошел к умывальнику. Помыв лицо разбитыми руками, я поставил чайник, чтобы заварить роллтон и чай. Как только я все это сделал, в дверь позвонили. Быстрым шагом я направился к входной двери и провернул пару раз ключ, дверь отворилась. У порога стояла красивая девушка с пакетом. Брюнетка. Ее голубые глаза смотрели на меня, и я первый прервал молчание. «Проходи, Вик», — сказал я. «Я взял у нее пакет и показал на кухню. Она села на стул, а я вынимал содержимое пакета на стол. В основном там была еда и немного таблеток и бинтов. «Ты чай будешь?» — спросил я. «Да, спасибо, Максим». «Хорошо, сейчас будет». Я повернулся к ней спиной. «Я даже не знаю, как тебя благодарить. Еще раз спасибо, что привела пацанов». «А знаешь, у меня сегодня день рождения», — радостно сказала она. «Точно, как же я мог забыть?» «Ну ничего, тебя там правда сильно избили». Я развернулся к Вике спиной и поставил на стол чашку чая. «Спасибо, это так мило». «Мне не сложно». «Я ведь медик по образованию, можно я посмотрю на травмы?» «Хорошо. Я снял майку. Вот, смотри». «Вроде все нормально». «Она провела рукой по прессу». «А теперь дай посмотрю на лицо». «Я нагнулся к ней поближе». «Тут вроде тоже все в порядке». «Она поцеловала меня в губы». «Я взял принцессу на руки и понес на кровать». «Что было дальше, описывать не буду». «Я лежал на кровати и чувствовал блаженство с болью». «Нечто подобное происходит после тренировки». «Проведя рукой по пустой подушке, я еле-еле открыл глаза и осмотрел комнату». «Пусто». «Тут открывается дверь, и я вижу Викусю с подносом в моей футболке». «Ты уже встал?» «Спросила она». «Да, да», – ответил я. «Вот взбодрись». Зазвонил телефон, и я взял трубку. «Привет, надо встретиться». «Не успел я даже сказать алло, когда несся голос Данила». «Да, конечно», – сказал я. «Сегодня в 18.00, собираемся на нашем месте. Все, и девчонку свою возьми», – сказал он. «Хорошо». «Я положил трубку». «Ну, что там?» «Да, мы с парнями по делам собираемся. И они просили взять тебя, ты как?» «Я только за». «А сколько сейчас время?» «Пять часов вечера». «Одеваемся». «Я одел белую футболку и джинсовые бриджи, а Вика – синие спортивные штаны фирмы Nike и черную майку. На улице был закат. Я шел в наш лагерь, где был небольшой подвал в заброшенном доме, в метрах ста от моего дома. Около дома стоял фургон патриота. Я открыл стальную дверь и спустился вниз. Вика шла за мной. Пока что здесь никого не было. Присев на стул, я посадил принцессу на колени и поцеловал. Через полчаса из соседней двери вышел патриот, одет он был, как всегда, по-боевому. На лысом черепе была одета черная кепка. Торс прикрывала майка-алкашка, военные штаны были заправлены в берцы. Я встал и пожал ему руку, и я оказался рядом с ним коротышкой, так как мой рост был примерно метр семьдесят, а его два тринадцать. Тут появился псих. Он, кажется, был одет в шорты и майку. Вместе с ним пришла его девушка Алина и общая подруга Настя. Обе они были одеты в короткие юбки и топики. Псих поздоровался со всеми, после чего показал обрез. Все, мягко говоря, удивились. — А тебе он зачем? — спросил патриот. — Да просто взял, мало ли что, — ответил псих. — Понятно, — сказал я. Тут зашел царь. Это самый богатый из наших. Одет он был в джинсы от известной фирмы, и я сейчас и не вспомню какой. Помню только то, что стоили они около тридцати тысяч. И белую кофту. Он со всеми поздоровался и, достав кубинскую сигару, закурил. Короче так, я вас всех собрал, чтобы обследовать небольшую деревню. В двухстах километров отсюда. Плачу десять тысяч за человека, плюс скажу имя мудака, который вас чуть не поджарил. Хочу заметить, что царь всегда распоряжался деньгами так, будто они бесконечные, и даже к друзьям относился как к слугам. — Вроде дело пустяковое. В чем проблем-то? — спросил патриот. — Вот мы и подошли к самому интересному. Эта деревня заброшена вот уже как лет двадцать. Жители непонятным образом исчезли. Полиция, которая расследовала это дело, тоже. — Вот мы и пойдем докажем людям, что там все нормально. — Ответил царь. Все ответили, что за, и мы сели в фургон патриота и поехали. Ехали мы около пяти часов и вот приехали. Остановились около деревянного моста, и мы пошли пешком. У каждого был фонарик, а царь снимал все на камеру. Первым домом был небольшой сарай. Гнилая дверь быстро слетела от удара ногой патриота. Первым зашел псих. Сели с обреза, за ним зашел царь. А после я за мной все остальные. Сарай пахло гнилью, плесенью. Повсюду валялись лопаты, топоры, тяпки и прочий хлам. Я посмотрел на пол и увидел погреб. Медленно подняв крышку, я увидел огромную кучу гнилой картошки и моркови. Я вышел из сарая, пошел в дом, позвал с собой серого. Он выбил дверь, кувал дым и зашли. Все так же пахло гнилью. Я посветил на стены и увидел голые кирпичи и остатки пожелтевших обоев. Выйдя по прямой, я вошел на кухню. Старая газовая плита и сломанный стол. И больше там не было ничего. Я уже хотел возвращаться к ребятам, как меня позвал патриот. Я вошел в зал и увидел серого, который лежал на диване и смотрел в окно. Рядом с ним была колыбельная, а чуть подальше шкаф из дуба. Я хотел открыть дверцу, но вместо этого она упала. Я осмотрел содержимое, и в основном там была одежда. Мне показалось странным, что жители не взяли вещи. Мы уже собирались уходить, как вдруг. Что-то подняло меня вверх. Я смотрел, как кто-то огромного роста схватил Серегу за шею и одним ударом топора лишил его челюсти. Пол начал заливаться кровью. И тихие хрипы от друга. После чего я уже приготовился к смерти. Он подошел ко мне и вырубил ударом топора. Очнулся я в подвале рядом с друзьями. Мои руки были связаны цепями к столбу, как и мои друзья. У всех был заклеен рот. Пахло кровью. Из двери доносились крики Данила, он же псих. Начал пытаться вырваться, но все попытки были тщетные. Дверь со скрипом открылась, и в комнату вошел двухметровый человек. Он был весь в крови и шрамах. В руках он держал Данила без обеих ног. Он был жив. Маньяк взял с пола топор и одним ударом казнил. Голова Данилы упала на землю, а на губах была улыбка. Я начал вырываться. Мною начала управлять слепая ненависть, но я лишь поцарапал руки. Затем этот псих отрубил руку и ушел с нею. Пришел он через час с пожаренной рукой. Он доел руку и одним ударом вбил колено царя в обратную сторону с помощью кости. Раздался дикий крик. Каннибал взял лопату и снес раненому голову. После он забрал тело и ушел. Я дико боялся его нового прихода и молился, чтобы он больше не пришел. Но все тщетно. Он зашел с лопаты и без заморочек воткнул ее в Вику. После чего вынул лопаты и ушел, оставив ее умирать. Я хотел только сдохнуть и все. Только сдохнуть. Он идет сюда и я готов умереть. Я нашел нож и порезал руку. Очень много крови, но я не чувствую боль. Как только он зайдет, я по плану должен ударить ножом. Но я прогадал. Он зашел с банка кислоты и почти сразу облил меня. Я успел закрыть лицо руками, к счастью, не почувствовав боль. После чего я в гневе ударил ножом в глаз. Он закричал и одним ударом вырубил меня. Очнулся я уже утром. Рядом была сотня трупов и я лежал сверху. Я слышу вой полиции, но увы, слишком поздно. Ну что ж, на этом истории закончились. Если вам понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Ну а вам приятного вечера.